Давайте я представлюсь. Меня зовут Денис Прудник. Я являюсь основателем научно-просветительского проекта, который называется «Мы верим в космос». Также я являюсь бывшим инструктором космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина и популяризатором космонавтики. То есть я провожу вот такие вот лекции, чтобы немножко больше дать ответов на вопрос, что же такое космос, как это сложно, как это интересно и так далее. В рамках фестиваля тема была выбрана достаточно актуально и интересно, как мне кажется. По крайней мере, о ней очень много информации в интернете, очень много разных новостей, которые называются космический туризм. Действительно, тема очень популярная в данный момент, поскольку практически все космические страны пытаются возродить космический туризм. И, в общем-то, стоит самый главный вопрос на сегодняшний день. Когда мы сможем летать в космос, как на самолетах? Когда мы сможем на каких-то агрегаторах покупать билеты за относительно небольшие деньги? Сможем летать в космос, как на самолетах? Но, честно скажу, отвечая на вопрос, что это будет не скоро. К сожалению, пока технологии не так развиты, чтобы мы летали в космос настолько часто и настолько дешево. Пока это стоит очень-очень дорого. Но в рамках сегодняшней лекции я постараюсь вам дать ответ на вопрос, что же такое космический туризм. Расскажу, какого типа туризм бывает. А также расскажу некоторые интересные исторические факты касательно, собственно, космического туризма. Ну, давайте, собственно, начинать. Начнем мы, собственно, с определения, что же такое космический туризм. На самом деле космический туризм — это, по сути, такой же привычный нам полет в космос, как для космонавтов, только для людей, которые пока не являются профессиональными космонавтами. То есть, условно, каждый из нас потенциально имеет возможность после очень краткой подготовки к полету совершить свой туристический полет. Про деньги мы поговорим чуть далее, но, тем не менее, каждый из нас потенциально в будущем, я очень на это надеюсь, будет летать в космос действительно как на самолетах. Суть космического туризма, почему он так называется, поскольку в космос все-таки отправляются непрофессиональные космонавты. У нас в стране сейчас на сегодняшний день в отряде космонавтов находится 29 человек. 4 из них официально являются кандидатами в космонавты, остальные 25 являются действующими космонавтами нашей страны. Причем тут есть один такой интересный факт о том, что космонавтами в нашей стране называются не те люди, кто летают в космос, а те, кто в трудовой книжке имеет надпись «Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса». То есть это люди, которые прошли достаточно жесткий и серьезный отбор в отряд космонавтов. Я в таком отборе тоже принимал участие в свое время. И, соответственно, они готовятся к космическому полету, либо уже совершают свои космические путешествия. Что касается профессиональных космонавтов, то тема их подготовки к полету, она достаточно серьезная и уникальная. Наша страна является мировым лидером по подготовке космонавтов. У нас действительно выработана очень серьезная система подготовки космонавтов. И скажу сразу, что наши космонавты готовятся к полету очень длительное время. Это порядка 8-10 лет длится подготовка к полету, поскольку главная задача профессионального космонавта не только понять, как летает ракета, как устроен космический корабль, а в том числе научиться справляться с разными нештатными ситуациями, которые могут возникать во время космического полета. Ну и вообще основная задача, конечно, научиться управлять космическим кораблем. Я скажу по опыту работы в Центре подготовки космонавтов, что это дело крайне сложное, поскольку это действительно уникальная техника, она создается в штучных экземплярах. Каждый новый космический корабль наш российский, который летит в космос, это по сути новое произведение искусства, в нем постоянно какие-то доработки. И современный космический корабль наш, который называется «Союз», модификация «Союз МС», модернизированная система, это является самым надежным космическим кораблем в истории человечества. Он очень надежный, он имеет задатки искусственного интеллекта, он умеет летать в космос в автоматическом режиме, то есть это действительно такое чудо техники, которое было создано нашими инженерами. Это касательно профессиональной подготовки космонавтов к космическому полету. Если говорить про туристов, то с ними все несколько проще. Главная задача космического туриста во время космического полета — не совершать и делать какие-то научные эксперименты, что делают профессиональные космонавты, не пытаться обслуживать орбитальную станцию, которая находится на орбите. Сейчас на орбите находится Международная космическая станция. Их основная задача — получить удовольствие от космического полета. Соответственно, готовятся они в среднем порядка четырех месяцев. Если мы говорим про другой тип космического полета, дальше мы это затронем, это длится порядка одного месяца, да, то есть это действительно достаточно краткая процедура, и подготовиться к космическому полету можно достаточно быстро. Но, тем не менее, мы для себя усвоили, что космический туризм — это полет в космос непрофессиональных космонавтов, то есть людей, которые не будут выполнять профессиональные функции космонавтов, которые не будут выполнять какие-то научные эксперименты, которые полетят на орбитальную станцию или просто в космос и будут наслаждаться какими-то видами нашей прекрасной планеты в состоянии невесомости. Это действительно очень-очень важно. Также очень важно понять, где начинается космос. Это один из самых частых вопросов на моих лекциях. Где же он все-таки начинается? Люди, которые увлекаются космосом, знают, что наша земная атмосфера на самом деле простирается очень далеко за пределы нашей планеты. Она практически находится на уровне там, где находится наш естественный спутник — это Луна. Это порядка 386 тысяч километров. Но во всем мировом сообществе все космические агентства и космические страны договорились, что условной границей космоса и атмосферы будет являться у нас так называемая линия Кармана. Карман — это не карман, да, то есть это не карман на ваших штанах. Это американский ученый Теодор фон Карман придумал определение. И оно касается того, что на высоте в 100 километров у нас подъемная сила становится настолько маленькой, что полеты аппаратов по типу самолетов уже невозможны. Как вы знаете, самолеты летают не потому, что они какие-то магические, а потому что на их крылья воздействует подъемная сила. И вот на высоте 100 километров уже даже теоретически невозможно создать летательный аппарат, который смог бы на своем крыле создать подъемную силу. Поэтому было решено назвать эту линию Кармана, то есть с этой высоты полеты возможны только разных реактивных аппаратов по типу ракет-носителей, которые летают в космос. Тут также есть одна фишка, которой активно пользуются наши американские коллеги. У них есть свое Министерство обороны в Соединенных Штатах Америки, которое решило, что границей космоса для Министерства обороны Соединенных Штатов Америки будет граница в 87 километров. Вы просто запомните это число, поскольку оно будет важно в следующих частях, когда я буду рассказывать про типы космического полета туристического, которые могут совершаться. Но, тем не менее, для себя мы усвоили, что условной границей космоса атмосферы является высота в 100 километров. И, соответственно, каждый из нас, если пересечет эту границу, может условно считать себя настоящим космическим человеком, поскольку он пересек вот эту условную границу. Повторюсь, она называется линией Кармана. Теперь давайте поговорим про типы космического туризма. Это на самом деле очень важно, поскольку наши американские коллеги, они очень активно популяризируют тему космического туризма. Но тут стоит понимать, что бывает их несколько типов. Какие-то более серьезные, а какие-то менее серьезные. Первый тип туризма, который является на сегодняшний день самым дешевым, это так называемый суборбитальный космический туризм. Заключается он в очень простой сути. Мы берем с вами определенную капсулу или космический корабль, или, может быть, космофан, то есть это самолет, который может летать на границах линии Кармана при помощи реактивных двигателей, и запускаем его на высоту в 100 километров. Пересекая эту границу, человек уже находится в состоянии невесомости. Но назвать это орбитальным полетом нельзя, поскольку, по сути, вот этот суборбитальный аппарат, который был запущен в космос, он пересекает границу и потом камнем обратно падает на Землю. То есть не происходит какого-то орбитального полета вокруг нашей планеты. Это действительно очень важно, поскольку для такого полета не нужно создавать какую-то серьезную ракету, такую серьезную, которая летает в космос. Это, по сути, небольшая капсула достаточно маленького размера, которая может выполнить вот такую достаточно все-таки технически серьезную миссию. Но, тем не менее, такой тип туризма существует, и как раз наши американские коллеги большей частью сейчас популяризируют тему суборбитального космического туризма. Повторюсь, это мы отправляем условную капсулу с людьми, как камень, забрасываем на высоту в 100 километров, и дальше она уже автоматически на парашютах безопасно с туристами, которые находятся внутри, спускается обратно на Землю. Следующий тип туризма, он называется орбитальным. Я очень много говорил слова орбита, орбитальный космический полет. На самом деле здесь стоит понять, что орбитальный космический полет в нашем простом понимании научно-популярном. Это, по сути, полет какого-то аппарата вокруг нашей планеты. Есть такое понятие в космонавтике, в теории космонавтики, космические скорости. Возможно, кто-то из вас про них слышал. И вот как раз орбитальный туризм, в общем-то, ссылается на вот эти вот космические скорости. Если мы с вами возьмем любой объект и запустим его выше 100 километров, и придадим ему первую космическую скорость, это 28 тысяч километров в час, или по-другому 8 километров в секунду, и при этом у нас вектор скорости, то есть направление движения этого камня или стола, стула, чего угодно, будет направлено по касательной окружности Земли, то наш космический аппарат или камень или любой другой объект будет совершать орбитальный космический полет. С точки зрения теории, если мы придадим любому объекту первую космическую скорость, он будет условно вечно вращаться вокруг нашей планеты и на нее никогда не упадет. К слову, на самом деле состояние невесомости, которое очень часто соотносит именно с космонавтикой, космонавтикой — это не состояние, когда у нас отсутствует гравитация, это у нас состояние, когда мы не давим на опору, у нас отсутствие происходит веса. Отсутствие веса у нас как раз происходит из-за того, что мы придали нашему космическому аппарату первую космическую скорость, и поэтому, собственно, космонавты никоим образом не могут сесть, встать ровно, да, они постоянно будут плавать в этом состоянии невесомости. Кстати, те, кто хотят почувствовать, ну так условно, да, космическую невесомость, вы можете проделать это у себя дома, Если у вас есть ванна, можете налить туда воду, полностью расслабиться, и вы будете чувствовать такое парение, как на волнах в воде. И это очень похоже на состояние настоящей невесомости, которое испытывают профессиональные космонавты. У нас даже в центре подготовки космонавтов имеется специальный такой серьезный тренажер для подготовки космонавтов, который называется гидролаборатория. Это девятиэтажный бассейн очень большого размера, в котором на дне находится у нас специальный макет российского сегмента Международной космической станции. И как раз вот это условие гидроневесомости позволяет понять, как космонавты будут работать в условиях реального открытого космоса, когда они будут выходить, собственно, в это открытое космическое пространство. Такие тренировки космонавты проходят как раз для того, чтобы научиться действовать невесомости. Это называется гидроневесомостью, повторюсь. Это когда мы создаем в специальном скафандре нулевую плавучесть, то есть у нас тело и не всплывает, и при этом не тонет в этой самой воде. Это уникальный тренажер. Таких тренажеров в мире всего два. У нас и у американцев в Хьюстоне больше ни у кого в мире такого большого бассейна с полным макетом Международной космической станции у нас не существует. Поэтому это уникальный тренажер. Но, тем не менее, возвращаясь к теме орбитального космического туризма, я скажу, что это на самом деле уже более серьезная вещь, поскольку нельзя просто взять какую-то капсулу или камень. То есть с точки зрения теории мы, конечно, это сделать можем. Но, тем не менее, если мы хотим придать какому-то аппарату первую космическую скорость, то это надо задействовать настоящую большую космическую ракету. Если мы опять будем ссылаться на современную космическую технику, нашу российскую, то мы вспомним о том, что у нас есть космический корабль «Союз». Стоимость «Союза» вместе с ракетой — это порядка 3,5 миллиардов рублей. Сама ракета имеет высоту порядка 50 метров. Это действительно такое 20-этажное здание, которое летает в космос. И, к слову, если мы говорим о том, насколько серьезная сама по себе ракетная техника, то тут стоит сказать, что любая ракета, которая летает в космос, она на 90% состоит из топлива. То есть если вы сейчас зайдете в интернет и попытаетесь найти абсолютно любую ракету реальную, которая летала в космос, вы можете посмотреть массу заправленной ракеты, посчитать от нее 90%, и вы получите, сколько по массе топлива в эту ракету было залито. Все дело в том, что набрать эту скорость не так-то просто. Мы говорим про первую космическую. То есть 8 километров в секунду — это очень и очень быстро, поэтому нужно использовать мощнейшие ракетные двигатели, и поэтому, собственно, они сжирают действительно очень-очень много топлива. В ракете «Союз» это порядка 2000 килограмм. За одну секунду топливо выжигается для того, чтобы постепенно-постепенно космический корабль набирал первую космическую скорость. Касательно орбитального туризма надо также сказать, что главный минус орбитального космического туризма, как ни странно, да и вообще на самом деле космических полетов, это, собственно, человек. С одной стороны, человек, он достаточно уникален, он очень адаптивен к абсолютно разным условиям, которые могут возникнуть. Не секрет, что невесомость крайне негативно влияет на здоровье человека, не смертельно, но, тем не менее, какие-то изменения происходят. Поэтому, собственно, корабль должен иметь на своем борту достаточно серьезную и уникальную систему жизнеобеспечения, то есть систему, которая позволяет нам дышать, ходить в туалет, позволяет нам пить, есть, разогревать еду и все остальные вещи, которые нам будут нужны во время космического полета. Поэтому, собственно, сам космический корабль тоже имеет определенную массу. Если мы возвращаемся к космическому кораблю «Союз», он имеет массу порядка 7 тонн. 7000 килограмм позволяет вывести ракеты на низкую околоземную орбиту, и тем самым можно совершать орбитальные космические полеты. Также есть еще один тип космического туризма. В этом плане наша страна является его родначальником. Это космический туризм на международную космическую станцию. И вообще стоит сказать, что наша страна является родначальником вообще всего мирового космического туризма. В 2001 году американский бизнесмен Денис Тито, у которого было очень много денег, он миллиардер, понял, что на Земле больше нет ни одного места, которое он хотел бы посетить. Он был в отпуске абсолютно в любых местах и начал думать о том, чтобы совершить какое-то уникальное путешествие, уникальный отпуск, и, собственно, обратился к нашей стране с желанием, пожеланием полететь в космический полет. Ну, собственно, наша страна согласилась, мы на этом заработали деньги. Американский бизнесмен Денис Тито совершил первый в истории туристический полет на Международную космическую станцию. Тут, наверное, стоит немножко сказать, что такое вообще МКС, да, немного более подробно. Международная космическая станция — это большая научная лаборатория на низкой эколоземной орбите. Пока мы с вами тут общаемся, я вам рассказываю про космос. Наши космонавты Дмитрий Петелин, Анна Кикина и Сергей Прокопьев находятся на МКС на высоте 400 километров и, собственно, выполняют свою научную программу экспериментов, которая позволяет развивать наши технологии здесь, на нашей родной планете. Международная космическая станция состоит на сегодняшний день 16 модулей. Это многомодульная конструкция. Если мы с вами смоделируем ситуацию, что мы находимся поверх этой станции и посмотрим на нее сверху, то она будет занимать размер целого футбольного поля. Это порядка 110 на 60 метров. Это действительно очень большая конструкция. И я думаю, все понимают, что за один раз такую конструкцию вывести в космос было бы просто невозможно. Поэтому был применен достаточно уникальный подход для космонавтики, подход по строительству многомодульной станции. Мы берем отдельные ее части, как конструктор лего, да, такие блочки, и на орбите начинаем из нее строить, лепить какую-то настоящую научную лабораторию. Ну, в результате на сегодняшний день у нас на орбите находится большая 16-модульная станция. Ее масса порядка 400 тысяч килограмм, 400 тонн. Эта станция находится в обитаемом режиме уже с 2000 года. С 2000 года на ней находятся космонавты. То есть это действительно такой космический форпост человека на орбите, который позволяет очень многое развивать здесь на Земле. Мало кто знает, да, и мало кто задумывается, возможно, о том, что очень многие технологии, которые мы используем в нашей обычной жизни, например, технологии вот такой вот беспроводной связи, или связи, которая у меня здесь в кармане находится в виде микрофона беспроводного, она пришла благодаря тому, что мы активно развиваем космические технологии. Американцы, когда летали на Луну, свои шесть полетов, у них необходимо было разработать беспроводную систему связи Луна-Земля. На основе этих технологий были разработаны наши беспроводные наушники, наши беспроводные микрофоны. Это все вклад нашей космонавтики в нашу обычную жизнь. Мы этого не замечаем, но на самом деле таких примеров привести можно огромное количество. Международная космическая станция — это международный проект, как следует из названия. Она была создана… В 1993 году было подписано межправительственное соглашение 15 странами. Головными организациями и странами этого проекта, естественно, является Россия и Соединенные Штаты Америки. Кстати, американцы вкладывают в этот проект намного больше своих финансовых средств, нежели чем Россия. Но, тем не менее, страны 15 договорились о том, что будут строить такую большую станцию на орбите. И в результате получается, что две главенствующие страны, которые заведуют этим проектом на сегодняшний день, это, собственно, Соединенные Штаты и Россия. Поэтому условно Международная космическая станция делится на два основных сегмента. Это российский сегмент Международной космической станции и американский сегмент Международной космической станции. Забегая вперед, скажу, что часто возникает вопрос о том, что на станции, видимо, где-то есть граница, какой-то таможенный пункт перехода из-за российского в американский сегмент. Естественно, такого таможенного пункта нет. Это все открытая станция, там проводятся научные эксперименты. Никаких секретов там нету, военных там никаких нету, поскольку все прекрасно понимают, что конкретный космонавт, что конкретные ученые делают на этой станции. К слову, каждый из нас может зайти на сайт CINEIMASH, это главной научно-исследовательский институт Роскосмоса, и посмотреть, какие эксперименты в данный момент проводятся на МКС. Я советую просто посмотреть. Это открытые данные. Вы знакомы с тем, что действительно космонавты проводят на орбите большое количество научных экспериментов, но вряд ли вы сможете очень много понять из этого текста, поскольку там все-таки настоящая наука фундаментальна, очень много непонятных слов, но тем не менее это открытая информация. В том числе проводятся эксперименты для школьников, эксперименты по популяризации космонавтики, разные соцсети, ролики и так далее. Это все заложено в нашу программу экспериментов на МКС. Еще один важный момент, который хотелось бы сказать про МКС, это то, что МКС на сегодняшний день является самым крупным проектом в истории человечества. На ее эксплуатацию и постройку уже потрачено более 160 миллиардов долларов. Ну и также забегая вперед, отвечу на вопрос о том, до какого момента будет функционировать МКС. Это минимум до 2028 года. Недавно как раз Мишустин об этом рассказал, о том, что до 2028 года Россия будет в этом проекте. Ну и также скажу о том, что Россия является головным управляющим партнером МКС, поскольку наш российский сегмент, так как он был запущен первым, он был первым построен на МКС, он, в общем-то, отвечает за всю траекторию полета, за всю систему управления полетом МКС. И это действительно очень важно. То есть без нас, к сожалению, МКС существовать не сможет, поэтому мы будем тянуть этот проект настолько долго, насколько это возможно. Но, тем не менее, станция все равно вырабатывает свой ресурс. Все равно к 30-му году она уже будет технически несовершенной, и не будет смысла ее дальше поддерживать, поскольку это будет простая трата средств. Но, тем не менее, туризм в МКС тоже существует. Вы наверняка слышали о том проекте, который недавно, относительно недавно реализовал, ну или пока полуреализовал Роскосмос. Это проект по съемке фильма на МКС. Тогда, в октябре прошлого года, на орбиту отправились режиссер Клим Шипенко, а также актриса Юлия Пересильд под руководством нашего российского космонавта Антона Шкаплерова. Они полетели на МКС, несмотря на то, что сам полет назывался научно-просветительский проект «Вызов», и полет назывался «Вызов», это все-таки был настоящий туристический полет, поскольку те люди, которые летели, помимо космонавта, они, естественно, не являются космонавтами. Это, на самом деле, был достаточно серьезный успех нашей космонавтики, поскольку, ну, как вы понимаете, ни Клим Шипенко, ни Юлия Пересильд вряд ли являются суперталантами в технике, да, то есть они вряд ли сильно понимали, как это все может работать, но, тем не менее, буквально за 3-4 месяца их удалось подготовить к космическому полету, и, собственно, они спокойно находились на Международной космической станции на протяжении двух недель и снимали, надеюсь, прекрасный фильм, первый фильм, который был снят уже в условиях настоящей космической невесомости. Если немножко говорить про подготовку туристов к космическому полету, тут надо как раз опять вспомнить полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко. Дело в том, что у них не повезло ребятам, имеется в виду актрисе и режиссеру, потому что у них была нештатная стыковка с Международной космической станцией. Вообще наши корабли умеют автоматически стыковаться, они вообще автоматически умеют летать, то есть космонавт обычно, ну, по идее, да, должен выполнять функции оператора, то есть просто смотреть, чтобы все было штатно. Но в этом полете им конкретно не повезло, поскольку все-таки надо было переходить на ручное управление космическим кораблем на стыковке с МКС, поэтому здесь, ну, достаточно был нервный момент, поскольку вообще корабль «Союз» долгое время был не предназначен для управления одним человеком, да, одним профессиональным космонавтом, поэтому это был тоже своего рода вызов. Но, тем не менее, когда уже успешно состыковались наши, наш космонавт успешно состыковался с МКС, был прямой эфир большой на всю страну, на Первом канале, и, собственно, спросили у Антона Шкаплера, как себя вели ребята, имеется в виду, Клим и Юлия, он сказал о том, что ребята вели себя просто великолепно, самое главное, они мне просто не мешали. То есть вот в принципе, наверное, это в целом описывает то, что должен делать турист на Международной космической станции, он должен где-то вот находиться, но при этом ничего не трогать и не мешать. Его основная задача — сходить в туалет, поесть, выполнить свои задачи, которые стояли у него, и не мешать профессиональному космонавту, который, в общем-то, отвечает за ваше здоровье, и он готовился к тому, чтобы делать вот такие вот серьезные, серьезные стыковки, в том числе ручные стыковки с Международной космической станцией. Но, тем не менее, мы заканчиваем слайд про типы космического туризма. Их бывает, да, повторюсь, три. Суборбитальный туризм — условно камень, который мы запускаем на высоту 100 километров. Орбитальный туризм — это уже настоящий космический корабль, который вращается вокруг нашей планеты. И туризм на МКС является, ну, по сути, следствием полета орбитального, когда мы уже нашим кораблем стыкуемся к Международной космической станции. Это вот три типа туризма, которые на сегодняшний день присутствуют на космическом рынке. Также давайте поговорим о том, какие есть основные игроки на рынке космического туризма. Здесь вы видите фотографии людей, которые руководят определенными компаниями, которые занимаются космическим туризмом. Кого-то вы наверняка знаете. Я думаю, все знают центральный элемент этих фотографий. Да, это Илон Маск со своей компанией SpaceX. Слева от него находится миллиардер, американский основатель компании Amazon, Джефф Безос, который основал в том числе свою космическую компанию, которая называется Blue Origin. Справа находится Сэр Ричард Брэнсон, тоже основал свою туристическую компанию SpaceShip. И также наверху находится фотография нового генерального директора госкорпорации Роскосмос, относительно нового. Это Юрий Иванович Борисов, который руководит госкорпорацией, поскольку наша страна тоже, как вы поняли, запускает туристов космические полеты. Ну и теперь мы поговорим о том, какая техника летает, собственно, в космос. Здесь фотографии не соответствуют фотографиям на предыдущих слайдах. Давайте пойдем, наверное, сверху. Я очень много говорю о космическом корабле «Союз». Я в Центре подготовки космонавтов как раз занимался технической подготовкой по этому космическому кораблю, поэтому, собственно, люблю про него рассказывать. Эта уникальная техника летает с 1967 года в космос, но совсем недавно, да, с 2001 года, этот корабль уже начал летать как настоящий космический челнок, туристический челнок в космические полеты. Этот корабль уникальный, состоит он из трех основных частей, как вы видите на слайде. Самая верхняя часть имеет форму сферы. Это у нас так называемый бытовой отсек космического корабля. Дальше у нас находится спускаемый аппарат. Это единственная часть космического корабля, который может вернуться обратно на Землю. Собственно, в ней находятся космонавты во время старта и во время спуска с орбиты. Ну и самая нижняя часть такой цилиндрической формы с крылышками. Это, естественно, не крылышки, это у нас солнечные панели. Это так называемый приборно-агрегатный отсек. Это отсек, в котором находятся приборы и агрегаты, которые необходимы для функционирования всей этой сложной космической системы. Этот корабль обшит таким серым покрытием. Это на самом деле уникальный материал, называется он AFTI, экранно-вакуумная теплоизоляция, поскольку в космосе, когда мы совершаем орбитальный полет, когда мы вращаемся вокруг Земли, мы примерно 45 минут находимся в тени, и примерно 45 минут мы находимся на солнечной стороне. При этом корабль за вот этот вот один оборот вокруг Земли примерно 90 минут, он то нагревается до 150 градусов Цельсия, то он начинает охлаждаться до минус 150 градусов Цельсия. Поэтому очень важно создать материал, который бы немножко сохранял тепловой баланс, чтобы температура была в определенном рабочем диапазоне, там условно от минус 40 до плюс 40. И, собственно, этот материал является AFTI, экранно-вакуумная теплоизоляция. Это, если говорить совсем по-простому, набор разных неметаллических или металлических фольгированных листов, которые выполняют эту сложную задачу. Материал очень интересный, уникальный, можете про него прочитать в интернете, про него достаточно много информации, но действительно это уникальный материал, вот такого сероватого цвета, и им покрывается полностью космический корабль. Под этой обшивкой находится конструктив корабля, это обычные металлы и другие элементы, из которого собран корабль, но, тем не менее, основное, что мы видим, это, конечно, серый цвет, экранно-вакуумная теплоизоляция. Но, наверное, на корабле «Союз» мы закончим. Единственное, я сейчас скажу, что космический корабль «Союз» у нас является трехместным. Максимум в него помещается три человека. И на сегодняшний день невозможны полеты в космос на корабле «Союз» без профессионального космонавта на борту. То есть в любом случае должен находиться как минимум один космонавт профессиональный, который будет управлять этим космическим кораблем и будет оперировать его полетом, и будет следить за тем, чтобы все в этом корабле было штатно. Переходим с вами ниже на нижние фотографии. И мы видим с вами слева достаточно новый, достаточно крутой космический корабль, который называется Crew Dragon. Это корабль Илона Маска, вернее, его компания, которая называется SpaceX. Это первый в истории серийный многоразовый космический корабль, который серийно летает в космос. Когда я говорю о том, что он многоразовый, это значит, что вот эта капсула, которая находится наверху корабля, я не говорю про цилиндрическую часть, это условный багажник корабля, она может несколько раз летать в космос в одном и том же исполнении. То есть мы берем с вами капсулу, запускаем ее в космос, спускаем из космоса, определенным образом как-то ее корректируем, обслуживаем, и она может снова полететь в космос. Теоретически технология многоразовости позволяет значительно экономить на запусках, но, честно говоря, это достаточно большой вопрос, поскольку все равно на текущий момент получается, что запуски наших одноразовых космических кораблей Союз стоят несколько дешевле, чем запуски американских многоразовых кораблей. SpaceX. Но, тем не менее, отдадим должное этому кораблю, поскольку наш корабль, он достаточно маленький по размеру, как я сказал, для трех человек максимум, внутри очень мало народу. Если вы посмотрите фотографии изнутри спускаемого аппарата космического корабля Союз, вы увидите, что космонавты находятся там условно как кильки в банке, у них там очень много грузов, но действительно там очень и очень тесно. В корабле SpaceX такого нет, корабль очень просторный, он вообще рассчитан на 4-6 человека, обычно полет совершает именно 4 человека. Он большой по размеру, в нем очень и очень много места, это действительно большое его преимущество, в том числе для туристических полетов в космос. Следующая техника находится правее, это у нас космоплан, это компания Virgin Galactic, сэра Ричарда Брэнсона, о котором мы тоже говорили. И здесь мы говорим как раз, если первые два корабля, это у нас орбитальный космический туризм или космический туризм на международную космическую станцию, то следующие два — это уже суборбитальный космический туризм. Первый объект — это вот такой вот космоплан, на самом деле та часть, в которой находятся люди, непосредственно туристы, она подвешена по центру вот этого такого двухфюзеляжного самолета, и фактически задача вот этих самолетов — поднять весь этот космоплан на высоту примерно 10-12 километров, и дальше при помощи мощного ракетного двигателя, вы его тоже можете увидеть по центру, двигатель включается, вот этот вот наш сам космический аппарат или космический челнок начинает подниматься на высоту 100 километров, пересекая линию Кармана. Ну и, собственно, после этого мы можем с уверенностью говорить о том, что действительно люди пересекли границу космоса и атмосферы. Но тут как раз мы возвращаемся к той самой фишке, о которой я говорил раньше, когда мы говорили про линию Кармана. Дело в том, что в прошлом году, летом, очень был серьезный спор между двумя крайними компаниями, Blue Origin и Virgin Galactic, о том, кто первым запустит уже в штатную миссию, в правильную миссию, отправит первых суборбитальных космических туристов. И компания Virgin Galactic сделала это первой, написала везде, что мы первые отправили суборбитального туриста в космос. Мы такие молодцы, но тут была фишка в том, что они как границу космоса и атмосферы как раз использовали границу вооруженных сил США. Это 87 километров. То есть формально те туристы, которые летали в первой условно-исторической миссии по суборбитальному туризму, они на самом деле до космоса, в общем-то, и не долетели. Но, тем не менее, они также почувствовали невесомость. Они находились в невесомости на протяжении порядка 6 минут. Но, тем не менее, наверное, засчитать это за исторический первый полет было нельзя. И таким образом первый суборбитальный космический полет все-таки совершила компания Blue Origin. Virgin Galactic все-таки добрались до высоты 100 километров уже в следующих своих туристических полетах. Но все-таки первой пальмой первенства мы все-таки отдаем компании Джеффе Безоса, которая называется Blue Origin. Ну и переходим тогда к этой компании. Коль я не закончил рассказ на Джеффе Безосе. Это компания Blue Origin. На самом деле компания достаточно уникальная. Она в ближайшей перспективе, я думаю, будет одним из основных конкурентов компании SpaceX и Лана Маска. Именно в плане гражданских, частных, космических компаний. Поскольку у них достаточно серьезная научная программа. Они разрабатывают свою настоящую большую космическую ракету. Они в том числе участвуют в американской лунной программе, которая называется Artemida. И, собственно, они помимо основного космического направления решили попытаться на космосе заработать денег посредством реализации космического туризма. У них в космос летает вот такая вот прекрасная конструкция. Чем-то она похожа на маркер, похожа на чем-то на карандаш. Это такая условная космическая ракета, очень маленького размера. Она высотой порядка 13 метров. И на самом ее верху находится головная ее часть. Это, собственно, есть та капсула, в которой находятся космические туристы. Тут в силу того, что мы не совершаем орбитальный космический полет, уже нет слишком много смысла экономить на массе этого объекта, поэтому он получился достаточно большим. Туда можно засунуть побольше народу. Порядка 6-8 человек в зависимости от миссии. Ну и, собственно, это позволяет космонавтам. Там у них еще наверху находится панорамное окно, достаточно большое, которое позволяет смотреть на нашу Землю уже с границы космоса и атмосферы. Миссия выглядит крайне просто. Есть специальный космодром такой, очень маленький, очень небольшого размера, не как профессиональный настоящий космодром. Эта ракета начинает свой полет. И примерно на высоте 87 километров капсула отрывается от ракеты и по инерции поднимается до высоты 100 километров. И тем самым наш камень, вот эта капсула, начинает постепенно пересекать границу. Суммарно долетают они порядка, до высоты порядка 106 километров. И после этого вот эта капсула с людьми безопасно на больших мощных парашютах обратно спускается на Землю. Ну и, как я вам говорил ранее, космонавты во время уже своего штатного полета, когда отделились от ступени, от самой ракеты, они, собственно, чувствуют настоящую невесомость. Да, они могут поплавать, они могут соединиться от кресла и почувствуют, что же такое настоящая космическая невесомость. Также у этой ракеты есть еще одно важное преимущество. Дело в том, что вот эта вот ступень, которая отрывается от ракеты, она на самом деле тоже многоразовая. То есть они решили, что глупо, наверное, каждый раз производить новую ступень. Это, опять же, достаточно дорогое удовольствие производить ступени, ракетные двигатели. Поэтому эта ступень после того, как от нее капсула отрывается, она очень мягкая на опоры, как это делает Илон Маск. Она садится на специальную посадочную платформу. И это позволяет после такого, ну, достаточно простого обслуживания использовать ее в следующих космических полетах. Недавно, кстати, компания пыталась запустить вторую модификацию своего корабля. То есть они постоянно его дорабатывают, постоянно его видоизменяют. И они запустили вторую версию корабля, но как раз на беспилотном тестовом полете у них возникла ошибка, и они впервые вот в реальном полете отработали систему аварийного спасения. Это система, которая признана спасти космонавтов, ну, или в нашем случае туристов. Если будет происходить какая-то нештатная аварийная ситуация, ну, и система отработала штатно, капсула штатная на парашютах вернулась обратно, но, тем не менее, испытательный полет засчитать нельзя, поскольку все-таки основная миссия — это полностью штатно долететь до космоса и штатно вернуться обратно. В нашей стране тоже имеется система аварийного спасения на корабле «Союз». Эта система была разработана еще в 70-х годах прошлого столетия. Называется она SAS — система аварийного спасения. Она тоже в случае необходимости будет спасать космонавтов. И, кстати, наша система является единственной в мире, которая действительно в реальных полетах с реальными людьми, космонавтами, испытывалась… Ну, да, это плохо, когда что-то ломается и что-то взрывается, но, тем не менее, срабатывает система три раза за историю, и все три раза космонавты, которые находились внутри космического корабля, они благополучно и живыми возвращались обратно на нашу планету. Ну, собственно, вот по технике мы с вами прошлись. Мы поговорили о том, какие бывают… какие виды техники на сегодняшний день летают в космическое пространство в качестве космического туризма. Повторюсь, это космический корабль «Союзорбитальный туризм» на международную космическую станцию. Это корабль SpaceX Crew Dragon, который может летать и на МКС, и в автономном полете вокруг Земли в суборбитальном туризме. И две крайние компании Virgin Galactic, которые летают в суборбитальный туризм. И компания Blue Origin, которая тоже совершает свои суборбитальные космические полеты. Ну, и теперь переходим к достаточно важной теме касательно денег. Я вначале сказал о том, что не стоит строить иллюзии о том, что мы скоро сможем с вами спокойно почувствовать себя настоящими космонавтами и полететь в космос, поскольку стоимость суборбитального туризма варьируется от 150 тысяч долларов. Причем 150 тысяч долларов – это заявление руководителей компании на будущее, когда эти полеты будут уже штатными и постоянными. И сейчас цена билета на полет, например, компании Blue Origin начинается от 300 тысяч долларов США. 300-400 тысяч долларов США нужно заплатить за один полет на границу космоса и атмосферы. Если мы говорим про орбитальный космический туризм, здесь цена совершенно не гуманная. Один орбитальный космический полет стоит порядка 40 миллионов долларов. Здесь, к сожалению, нельзя четко сказать, сколько это стоит, поскольку это конфиденциальная информация, но по слухам из СМИ это порядка 40-60 миллионов долларов, которые отдают люди, космические туристы, для того чтобы совершить свой орбитальный космический полет или космический полет уже на международную космическую станцию. Ну, тему денег мы затронули. Здесь мы видим слайд насчет подготовки к туристическому полету. Так или иначе нам придется вернуться к теме обсуждения полета вызов, да, наших актеров и режиссеров, которые летали в космос. И тут стоит сказать, что суборбитальный космический туризм, он в этом плане намного более гуманный, поскольку так как вы не испытываете, по сути, таких глобальных серьезных перегрузок, вы не длительное время находитесь в условиях невесомости. В принципе, если вы в среднем здоровый человек, вы сможете полететь в космос. То есть если у вас нет серьезных проблем с сердцем, с почками и другими жизненно важными органами, вы, в принципе, если заплатите деньги, сможете совершить полет. Но если вы летите в орбитальный космический полет, то, к сожалению, это достаточно на сегодняшний день негуманная, опять же, процедура. Да, это очень серьезное воздействие на организм. Я скажу так, что все космонавты, которые летают на международную космическую станцию, у них есть первое время приступы космической болезни. Все сталкивались с болезнью морской, когда нас начинают укачивать, ну, кого-то укачивать, когда мы находимся на корабле. У космонавтов есть такая же болезнь, она называется космическая, поскольку в условиях невесомости наш вестибулярный аппарат перестает работать должным образом. Фактически он вводится в состояние дисфункции, поскольку он не может понять и ориентироваться в пространстве. И из-за этого космонавты находятся в состоянии постоянного укачивания. Кому-то это дается легче, кому-то это дается хуже. В центре подготовки космонавтов, опять же, есть тренажеры, которые позволяют натренировать космонавтов, как справляться с этой ситуацией. Но, тем не менее, у каждого из космонавтов, особенно те, кто знает, что они, ну, свойственно, да, впадать в укачивание такое космическое, они постоянно берут с собой таблетки от укачивания, поскольку в первое время им становится достаточно сложно и сложно функционировать в том виде, в той производительности, эффективности, которая от них требует. Поэтому, собственно, это достаточно серьезная вещь. И вот космическим туристам, которые летают в орбитальные космические полеты, можно сказать, предъявляются все те же требования по здоровью, что предъявляются к профессиональным космонавтам. За редким исключением, поскольку профессиональные космонавты летают в космос на протяжении, там, ну, в среднем полугода, 200 дней на Международную космическую станцию, а наши космические туристы летают в среднем, там, на 5-14 дней. Это их обычная штатная туристическая миссия в сторону Международной космической станции или, опять же, вокруг Земли на космическом корабле. Поэтому по здоровью действительно тоже имеется определенные ограничения, но, тем не менее, чем больше мы поднимаем вопросы касательно того, как важно развивать космический туризм, то, что человек издавна стремился в космос, тем быстрее мы придем к тому, что все-таки наши… Мы с вами, как люди, сможем летать в космос достаточно открыто, как это показывать в некоторых научно-фантастических сериалах или фильмах. Ну, собственно, на этом рассказ подошел к концу, но я немножко давайте расскажу о тех миссиях туристических, которые уже были совершены в космос. Я сказал про первого космического туриста, которого зовут Денис Тито, это американский бизнесмен, который летал в космос на российском космическом корабле «Союз» в 2001 году. Также я уже вам сказал про туристическую миссию прошлого года в октябре, когда летали Юлия Пересильт и Клим Шипенко вместе с Антоном Шкаплером на орбиту. Формально, да, они космические туристы, они снимали там фильм на орбите, но все-таки являются космическими туристами. Также в том году в нашей стране была реализована еще одна туристическая миссия. В силу того, что очень много шума было касательно полетов актеров в космос, эта миссия как-то в общественность прошла как будто мимо нас всех, но, тем не менее, этот полет был совершен. Американский, ой, японский миллиардер, прошу прощения, заплатил колоссальные деньги за то, чтобы полететь в космос вместе с своим видеоассистентом. Это японский миллиардер Юсука Маэдзава, который заплатил порядка 80 или 100 миллионов долларов за то, чтобы полететь к Международной космической станции. Вообще, Юсука Маэдзава, он полетел в космос со своим видеоассистентом Йоза Хирана и управлял их космическим кораблем. Наш достаточно опытный и, тем не менее, молодой космонавт Александр Мисуркин, который после этого полета ушел из отряда космонавтов, потому что это был для него уже третий космический полет. Но, тем не менее, у Юсука Маэдзава на самом деле очень интересная история вообще своего космического туризма. Дело в том, что года за два до этого он подписал соглашение с Илоном Маском о том, что он полетит в космос на его разрабатываемой ныне системе, которое называется Starship. Starship — это достаточно новое веяние в мировой космонавтике. Илон Маск хочет сделать космос открытым и доступным. Он хочет выводить очень много спутников за раз в космос. Он хочет сделать выведение на орбиту очень и очень дешевым. Поэтому он создал такую достаточно большую ракету, похожую больше, наверное, на цилиндрическую большую бочку, в которую потенциально он будет загружать там порядка ста человек, которые будут летать за один раз в космический полет. Пока с этой системой все непонятно. Она никак не совершит свой тестовый орбитальный полет на орбиту. Но, тем не менее, разработки продолжаются, испытания продолжаются. И вот, ну, в этом году уже вряд ли. На следующем году, наверное, совершится уже первый орбитальный полет этой системы. Ну так вот Юсука Маидзава как раз он, когда Илон Маск активно пиарил эту систему, говорил о том, что вот-вот она полетит, это будет новое веяние в космонавтике, это очень крутая система. Юсука Маидзава примерно, по-моему, за полтора или два миллиарда долларов купил билеты на 8 человек для осуществления лунной миссии на этом космическом корабле. Они должны были полететь в космос в 2023 году. Как вы поняли из моей речи, что, к сожалению, полет не состоится, поскольку просто нету корабля, который долетит до Луны, его еще очень долго отрабатывать. Но, тем не менее, Юсука Маидзава все равно очень сильно хотел в космос и решил, что раз Илон Маск его, ну, если не подставил, то, тем не менее, обманулся сроками, то он купит билеты на российский космический корабль, чтобы хоть понять, что такое настоящий космический полет. Ну и судя по отзывам самого этого японского туриста, он был очень впечатлен полетом, он был очень впечатлен подготовкой в центре подготовки космонавтов и сказал о том, что, несмотря на то, что он до сих пор преследует мечту полететь к Луне на американской системе Starship Илона Маска, он, тем не менее, очень доволен, что мы, как россияне, доставили его на Международную космическую станцию, и он две недели находился на этой станции и проводил разные научные эксперименты в том числе. И также он занимался съемкой разных видеороликов, которые можно активно найти на его YouTube-канале. Можете это набрать, поискать, это действительно очень-очень интересно. Американцы тоже совершают свои туристические миссии. Большей частью туристические миссии орбитальные, которые касаются полетов на орбиту, их совершает Илон Маск. Но тут стоит сказать, что Илон Маск летом этого года активно заявил о том, что он является, точнее их компания SpaceX, является первой в мире компанией, которая совершила полностью частный полет орбитальный в космос. То есть у них якобы на борту не было ни одного профессионального космонавта. Мы этим похвастаться не можем, потому что Союз не предназначен для полностью автоматического полета без профессионального космонавта. Но Илон Маск пошел тоже на достаточно интересную хитрость. У него действительно на борту из четырех космических туристов не было ни одного профессионального космонавта. Но дело в том, что тот человек, который был формально командиром этого экипажа, он летал в космос четыре раза до этого, когда был в программе НАСА по Space Shuttle. То есть он просто ушел из отряда формально, он же не является профессиональным космонавтом, но тем не менее в космос он летал на системах, поэтому говорить о том, что это был полностью экипаж без космонавтов, все-таки немножко некорректно. Но тем не менее американцы летают, американские туристы летают в космос на этих космических кораблях. Они летают в том числе к международной космической станции. И это, собственно, позволяет говорить о том, что космический туризм так или иначе начинает постепенно все больше и активнее развиваться. И это дает возможность, собственно, думать и мечтать о том, что в скором времени мы будем летать в космос, как на настоящих самолетах. И на этом моя лекция подошла к концу. Всем большое спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты. Субтитры подогнал «Симон»